По незнанию местные и впрямь могли подумать, что на Затон надвигается очередное ЧП. Сразу 16 пожарных расчетов со всего края выстроились в шеренгу у реки. Но оказалось, спасатели здесь по своим делам. Приехали выяснить, какая пожарная часть быстрее и мастеровитие других проводит боевое развертывание. В данном комплексе соревнований задействовано такое, как сбор и выезд по тревоге, скоростное маневрирование, тушение лафетным стволом, тушение нефтерозлива. Пожарный биатлон, а именно так между собой называют это соревнование сами спасатели, настоящее драматическое действие. Начинается с демонстрации водительского мастерства. Александр Смехун, филигранно проехавший Змейку, позже признается, лихо закладывать виражи научился вовсе не на автодроме. В городе, где по дворам у нас автомобилисты ставят машины как попало, не думают, что с ними может это случиться или с их родственниками. Вот приходится между дорогих машин вот так же на пожаре, уже без всяких учений. Пожарный биатлон спорткомандный. Здесь как никогда подходит поговорка «один в поле не воин». Даже облачиться в ток теплоотражающий костюм одному не под силу, не говоря уже о тушении возгорания. Современные пожарные должны быть мастерами на все руки. Огонь сбить и жертву ДТП из машины вытащить, если придется. А судя тем временем, зорко следили, отключили спасатели аккумулятор перед работой или нет, бережно ли извлекают манекен из автомобиля или не очень. За помарки штраф. За моей спиной один из самых зрелищных этапов. В условиях полной задымленности и практически при нулевой видимости пожарные должны пройти по супрепятствии. Но и на этом их испытания не заканчиваются. Впереди горящая палатка, а в ней пострадавший человек. Найти человека в горящем помещении для профи пару пустяков. С этим справились все. А вот на других этапах случались недоработки. То пену вместо воды подадут в ствол спасатели, то заклинит сам ствол и вместо напора из рукава польется струйка. В общем, все как в спорте. Пожарный биатлон открыл череду мероприятий, приуроченных ко Дню гражданской обороны, который будет отмечаться 4 октября. Впереди нас ждет всероссийская штабная тренировка и проверка системы оповещения. Алексей Янкин, Николай Шилко, информационный канал «Город».